200 миллионов рублей было похищено с банковских карт россиян в минувшем году. Единственная защита от мошенников бдительности, заявляют специалисты. Аномально высокие температуры прогнозируют синоптики этой весной по всей России. Теплее, чем обычно, будет и на Кубани. Российские туроператоры на днях заявили, что на отечественные курорты уже продано от 30 до 40% путевок. Основной спрос приходится на Черноморское побережье. Об этом рассказывали краевые и федеральные СМИ о самых же важных событиях уходящей недели. Прямо сейчас готовы рассказать я и мои коллеги. Здравствуйте, в студии Наталья Харламова. Итак, в нашем выпуске. Незамедлительная оптимизация бюджетных средств. Где станет чиновников меньше? До времени осталось немного, что грозит за отсутствие договора на техническое обслуживание. Чтобы получать повышенную пенсию, надо уволиться с работы. Кому это выгодно? Ветер перемен не для всех бывает попутным. В районной администрации грядет большое сокращение. Об этом исполняющий обязанности главы заявил на очередной сессии. Другие подробности в нашем первом репортаже. Очередная сессия Совета муниципального образования «Крымский район» была насыщенной, а дебаты жаркими. Депутат Государственной Думы Иван Демченко принимал участие в заседании. На повестке дня стояли 13 вопросов. Контрольно-счетная палата в ходе проверок выявила различные нарушения и недостатки. Об этом сообщил ее председатель Людмила Петлякова. Первый вопрос касался деятельности этой службы. «Не осуществлялся учет движимого имущества, находящегося в оперативном управлении в бюджетных и казенных учреждениях, что привело к отсутствию объективной информации о наличии муниципального имущества, находящегося на балансе данных учреждений, включая транспортные средства и дорогостоящие оборудование на обществом 25 миллионов рублей». Петлякова подчеркнула, что все проверки ориентированы в первую очередь на предотвращение предупреждений целевого и неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества. Главный архитектор района Алексей Рогов поднял тему о самовольном строительстве. Она особенно актуальна для города Крымска, ведь по решению суда на территории городского поселения запрещено строительство в местах затопления. И этот запрет действует до окончания работ по реконструкции реки. В этой связи у депутатов немало вопросов. Один мы документ просматриваем, мы не можем разрешить людям строительство, значит, там, где приходила вода, как бы в зоне подтопления. Другим мы начинаем бороться с самовольным строением. Если в зоне наводнения производится строительство, значит, разрешение кто-то дает на это строительство. Если эти разрешения не дают, то почему не сносят, почему не принимают меры вот в этой ситуации. Каким образом коммерческие объекты строятся и работают в зоне затопления, интересуются народные избранники. Если есть факты строительства коммерческих объектов в зоне затопления, есть такие факты? Конечно. Какие меры принимаются тогда? Все это понятно, где сначала работа административная, это в убийстве составляется протокол, а потом управляется все это в суд. У нас есть терминические объекты, которые сегодня уже сдаются в аренду. Вывесено, пожалуйста, объявление, сдаются в аренду. Мы не принимаем никаких мер. Завтра он в аренду сдаст и будут работать по полной программе. А люди, которые просят построить себе дом для жилья, а им мы отказываем. Запрет на строительство снимать пока нельзя, подчеркивает депутат Госдумы. Помнить-то надо, но давайте пока так вот. Закончим речку, потом будем принимать решение. Исполняющий обязанности главы Сергей Лесь тоже говорит, что запрет на строительство снимать пока рано. Приняли это депутаты крымского городского поселения. Запрет отменить только могут депутаты крымского городского поселения, потому что это было принято на сессии городского поселения, зона запрета на строительство. Но, действительно, на 100% права Ивановича абсолютно поддерживаю. Мы здесь рискуем жизнями жителей города. Разрешили сейчас селиться, река не готова, тем более, ведутся строительные работы. Не дай бог, войдут из берегов река, люди начнут строиться, начнут расселяться. Но мы приведем к новым трагедиям. Поэтому, конечно, 100% этого делать сейчас нельзя. Депутаты проголосовали за отмену выплат, которые ранее им полагались. Ежемесячно члены совета получали 1500 рублей на организационные расходы. Действующий состав эти выплаты не получал. А вот о ликвидации очередности в детские сады слушали заместителя главы Татьяну Надолинскую. Для встретившихся дошкольных учреждений необходимо выделить средства в сумме 2 миллиарда 59 тысяч. С расчетом столов, что идет сумма на 4 стоимость одного места, как у нас, актуальная у нас очередь, общая очередь, составляет 2844 ребенка. Это на основании решения, которое принял межрайонный суд, удовлетворив иск прокурора. Что это значит и что будет, если это решение не исполнить, пояснил юрист. У нас по этому решению суда нужно создать 2800 мест в детских дошкольных образовательных учреждениях за три года. У нас за 70 лет советской власти 5,5 тысяч создано было. Нас обязали создать за три года 2800 мест. Доказать, что выполнение такого решения Крымскому району не под силу, юристы районной администрации пытались на разном уровне. Мы обращались с заявлением о разъяснении решения суда. Нам отказали в разъяснении решения суда. Завтра прокурор скажет, построить космический корабль на Луне, чтобы полететь. Это примерно то же самое. А где прокурор? Он пришел на сейси? Нет. Ну это что такое вообще? Понимаете, это абсурд. Иван Демченко обещал посодействовать в решении вопроса о передаче бывшего центра ЛАДА району, чтобы там разместить 115 мест. Исполняющий обязанности главы известил всех о предстоящем массовом сокращении штата. В администрации ветрях ласки должны работать очень эффективные сотрудники, которые работают, не будут, извините, даже не просиживать штаны, а эффективно работать с большой отдачей. Следующая сессия районного совета, возможно, будет внеочередной. Нерешенные вопросы депутаты доработают и вернутся к ним. Как работают государственные служащие? Какие проблемы нужно решать в первую очередь? На эти вопросы жителям Крымского района предлагают ответить волонтеры. В вопросе голосования могут принять участие все желающие. Здравствуйте. Добрый день. Не хотите ли вы принять участие в социальном опросе? Хорошо. Ежегодный социальный опрос жителей об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления проводится в Крымском районе. Дать оценку работе можно не только на официальном сайте, но и в специальных пунктах. Будет ряд вопросов, я вам буду задавать, вы будете мне отвечать, это все коротко. Хорошо. Интернет-голосование – это возможность всем без исключения оценить качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальных услуг, в том числе уровень организации тепловода, электро- и газоснабжения. Это проводится на сайте, не все имеют возможность зайти на сайт, и не все могут знать об этом опросе. Так как я провожу здесь в поликлинике, здесь очень много людей, здесь пожилые люди, пенсионеры, которые с компьютерами не дружат, скажем так, и они могут здесь высказать свое мнение. Анкета включает 18 вопросов. Участие не требует персональных данных, все проводится анонимно. Свою точку зрения может высказать каждый желающий. Работу районных властей оценивают не только жители города, но и сельских поселений. Компьютеры есть, конечно, не у всех, возможности есть не у всех, а вот люди преклонного возраста, конечно, им лучше общаться вживую. Водоснабжение, дороги, потому это очень глобальные темы, всех они интересуют. Ну, довольно-таки опрос проходит позитивно от людей. Во-первых, здесь почему большая проходимость, потому что находится рядом с кассой, здесь платят все налоги, как бы все приходят. И пока стоят в очереди, проводим опрос, и все довольно-таки хорошо отвечают. Для удобства в городе Крымске оборудованы три точки. Проголосовать можно в Крымской районной поликлинике, в здании МКЦ «Русь» и в социально-культурном центре, а также во всех населенных пунктах района в административных учреждениях. Опрос населения продлится до 15 апреля. На прием к специалистам в администрацию Крымского района без документов теперь не пройти. Отныне там работает новая пропускная система. Мои коллеги выяснили подробности. Пропускную систему установили в Крымской районной администрации. Попасть на прием, подать заявление, обратиться к специалистам теперь можно только при наличии документа, подтверждающего вашу личность, водительское удостоверение или паспорт. Упорядочить посещение наших специалистов, ну и в связи с тем, что существует предписание о том, чтобы был введен пропускной режим, и для удобства жителей, чтобы они могли прийти, сразу попасть к нужному специалисту, потому что могут быть либо на совещании, либо где-то на выездных мероприятиях, чтобы гражданин уже пришел, сразу получил нужную консультацию, либо оставил свое заявление. Пропускная система обеспечивает безопасность в муниципальном учреждении. Если специалист или руководитель отдела подтверждает необходимость визита, ответственность ложится на него. Чтобы заранее узнать о приеме, в районной администрации работает телефон справочной службы 2-15-47. «Анаконда» – профилактическая операция под таким названием проходит в Краснодарском крае. Что проверяют полицейские, кто становится объектом их пристального внимания, вы узнаете прямо сейчас. Вот здесь, под резиновым ковриком, в легковом автомобиле, сотрудники крымского отдела ГИБДД обнаружили газетный сверток с характерным запахом марихуаны. Эту машину полицейские остановили в городе Крымске на улице Троицкой в рамках проведения краевой профилактической операции «Анаконда». Поведение водителя вызвало подозрение, вот решили осмотреть салон. «Собран первичный материал, водитель направлен на экспертизу и доставлен в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства». Сверток полицейские изъяли в присутствии понятых. Составили протокол, теперь дело за экспертами. «Данный материал будет направлен на экспертизу и после исследования экспертами будет вынесено решение в отношении данного водителя». Операция «Анаконда» как на территории Краснодарского края, так и Крымского района продолжается. В связи с этим усилен досмотр транспортных средств. Цель этого профилактического мероприятия замначальника отдела ГИБДД обозначил так. «Недопущение совершения правонарушений, преступлений, розыск угнанного, похищенного транспорта, а также преступников, недопущение совершения краж, разбой, грабежей на территории Краснодарского края, также Крымского района». Марина Сидорова, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский кран». «Храните деньги в сберегательной кассе». К сожалению, эта крылатая фраза не всегда актуальна. Почему? На этот вопрос отвечает Мария Пирогова, начальник пресс-службы Государственного управления МВД России по Краснодарскому краю. Следователями отдела МВД России по Крымскому району в отношении сотрудницы одного из финансовых учреждений города возбуждено уголовное дело по трём фактам преступлений, предусмотренных статьёй 160 УК РФ «Присвоение и растрата» и статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее в дежурную часть полиции обратился 83-летний житель города Крымска с сообщением о мошенничестве. С его расчётного счёта пропала крупная сумма денег. В ходе проведения предварительной проверки сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что на протяжении двух лет пенсионер откладывал на сберегательную книжку денежную сумму, а когда пришёл в банк для того, чтобы её снять, денег на счету не оказалось. Опросив сотрудников, полицейские установили, что к совершению данного преступления может быть причастна старший менеджер финансовой организации. По предварительной версии, все полученные от пенсионера деньги женщина присваивала себе. Для того, чтобы усыпить бдительность потерпевшего, она самостоятельно вносила в сберегательную книжку отметки о зачислении на счёт денежных средств. В распоряжении правоохранителей также имеется информация о причастности подозреваемой как минимум ещё к 20 фактам хищения денежных средств. Установленный ущерб составляет более 1 миллиона рублей. В настоящее время в отношении задержанной избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Газовым приборам нужна профилактика. Теперь, чтобы без проблем пользоваться голубым топливом, необходимо заключить новый договор на техническое обслуживание. В противном случае поставка газа может быть остановлена. Наталья Корня продолжит тему. В случае незаключения договора технического обслуживания, ремонт и газовое оборудование будет приостановлено. Заключи договор на техническое обслуживание газового оборудования и спи спокойно. К такой услуге газовики призывают всех жителей мегаквартирных домов и частного сектора. О том, какие плюсы это принесёт потребителям, нашей редакции рассказали специалисты акционерного общества «Крымскрайгаз». На сегодняшний день мы руководствуемся постановлением правительства номер 409 о безопасном содержании инженерных сетей общего пользования ВДГУ и внутриквартирного газового оборудования, установленного непосредственно у потребителей, для того, чтобы пользование газом приносило только положительные результаты. Газовая система нашей страны представляет собой огромную паутину, состоящую из компрессорных и газораспределительных станций, а также магистральных газопроводов и других установок. К каждому газифицированному дому подводится свой газопровод. Как только он подходит к дому или заходит в подъезд, появляется понятие «внутридомовое» и «внутриквартирное газовое оборудование». Но для того, чтобы оно служило долго, его необходимо содержать в исправном состоянии. Каждый собственник и физическое лицо в жилом доме и управляющая компания необходимо заключить договор со специализированной организацией на осуществление работ по правильному и безопасному содержанию сетей газопотребления и газораспределения. Если раньше специалисты газовой службы должны были проверить техническое состояние вашего котла, а через пару месяцев посмотреть газовую колонку, потом бы речь дошла и до плиты. Это отнимало много времени как у работников организации, так и потребителей. К тому же не давало полную уверенность, что всё газовое оборудование в доме технически исправно. Такая схема не устраивала ни одну из сторон. Сейчас, после перезаключения договора, значительно повысится качество обслуживания. За один визит в дом специалист осмотрит всё имеющееся газовое оборудование. После этого потребитель должен будет подписать акт сдачи приёмки выполненных работ. И таким образом человек может быть уверен, что в дальнейшем ему не придётся ждать неприятных сюрпризов от работающего котла или включенной газовой плиты. Работы по заключению договоров являются платными. Не заключение договора, а работы, выполняемые по договору. То есть, когда заключается договор с управляющей компанией или с собственником жилья, мы предоставляем договорчик для ознакомления. Там чётко указан регламент, перечень работ, которые входят и которые обязательны к выполнению. После того, как вы подпишете договор на выполнение услуг, с этого момента ваше газовое оборудование будет находиться под особым контролем. Владельцам частных домовладений необходимо заключить договор только с организацией, выполняющей техническое обслуживание газовых приборов. А вот жильцам многоэтажек придётся подписать сразу два документа. Договор с управляющей компанией своего многоквартирного дома и обществом «Крымскрайгаз». Если мы не заключим договор, значит, прекращается подача газа. Ну, по неволе вынуждены идти. Нравится, не нравится, а надо идти. Деваться некуда. Мне, например, уже требуется, чтобы они пришли. Поэтому я бы лучше заключила с ними договор, но чтобы они реально обслуживали нас. Каждому потребителю необходимо помнить, что газ – это не только удобство и комфорт, но и серьёзная ответственность за собственную жизнь, жизнь своей семьи и соседей по дому. Именно поэтому «Крымскрайгаз» акцентирует внимание потребителей на необходимость содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в технически исправном состоянии. Сделать это очень просто. Необходимо обратиться в газовую службу для заключения договора на техническое обслуживание. В случае отказа от заключения такого документа поставщик имеет полное право прекратить абоненту подачу газа. Юридическая консультация доступна всем. Каждую субботу в здании районной администрации бесплатный приём ведут юристы. Они отвечают на любые вопросы, помогают найти выход из сложной ситуации. На приёме у специалистов побывали и наши корреспонденты. В наследство вы можете принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Юридическую консультацию по социально значимым вопросам теперь можно получить совершенно бесплатно. В Крымской районной администрации ведёт свою работу Государственное бюро, куда можно обратиться за помощью. Юристы подскажут, что делать в случае сохранения права собственности, защиты прав потребителей, назначения и перерасчёта пенсий, взыскания алиментов и других проблем. Хорошо, что не в будни дни, потому что неудобно. Когда работаешь, ты не можешь отлучиться с работой. А то, что выходной, очень хорошо. И спасибо большое за то, что есть такая возможность. Мне разъяснили, что именно шесть месяцев есть до того, как нужно наступить в право собственности, получать наследство. У меня ещё срок не вышел. Я с мерчанки, сама администрация рассказывает о том, что есть такая возможность посетить бесплатную консультацию юриста. Юристы не только бесплатно консультируют, а составляют заявления, жалобы, ходатайства, ну и сопровождают социально незащищённых граждан в судах. Не секрет, что на сегодняшний день рынок юридических услуг достаточно дорог для наших граждан. Не каждый может себе позволить помощь профессиональных юристов, адвокатов. Поэтому администрации было принято решение о создании бесплатных юридических консультаций, целью которых является оказание юридической помощи бесплатной гражданам, которые не могут себе этого позволить. Юристы районной администрации, которые проводят эти консультации, ну кроме того, будут принимать участие, мы так думаем, и юридической службы городской администрации, как правило, это люди достаточно узкого профиля. Сотрудники Государственного юридического бюро гражданам помогают отстаивать свои законы и права. На сегодняшний день уже поддержка оказана в 70 судебных заседаниях. Специалисты ведут приём граждан каждую субботу с 9 до 12 часов на первом этаже в Крымской районной администрации. Повышение пенсии произошло, однако не всем. Новые изменения в пенсионном законодательстве коснулись в основном работающих пенсионеров. А в кому теперь пенсии индексировать не будут, выясняли мои коллеги. Работающим пенсионерам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам пенсии повышать не будут. Новое постановление вступило в силу в 2016 году. И уже 1 февраля индексация страховых пенсий была проведена только тем пенсионерам, которые не работали по состоянию на 30 сентября 2015 года. Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы устанавливается на основании сведений работодателей, которые они ежеквартально представляют в пенсионный фонд. А 30 сентября 2015 года – это последний день последнего отчётного периода. И последние данные, имеющиеся в пенсионном фонде, именно на эту дату. Если же пенсионер прекратил свою трудовую деятельность с 1 октября 2015 по 31 марта 2016 года, ему необходимо в пенсионный фонд подать заявление и подтверждающие документы до 31 мая. Трудовую книжку, выписку из приказа об увольнении, трудовой договор и т.д. Со второго квартала для работодателей вводится ежемесячная упрощённая отчётность и факт работы, либо неработы. Будет автоматически определяться пенсионным фондом на основании данных, которые они будут предоставлять ежемесячно. После получения и обработки отчётности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнёт получать размер страховой пенсии с учётом индексации, прошедших во время его работы. А вот если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Для пенсионеров, которые работали в 2015 году, беззаявительный перерасчёт пенсий будет произведён в августе 2016-го, исходя из начисленных пенсионных баллов. Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года они были повышены на 4%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, повышены на 4% в апреле 2016 года. Всем пенсионерам независимо от факта работающей работы, и работающим, и неработающим, потому что она назначалась без учёта экстравового стажа и других условий. По всем вопросам можно обращаться по телефону справочной диспетчерской службы в управлении пенсионного фонда в Крымском районе. Рекомендую всем пенсионерам, получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать заявление для получения страховой пенсии с учётом февральской индексации. А с мая приходить в пенсионный фонд с документами, подтверждающими увольнение, не нужно. Всё будет делать работодатель ежемесячно в виде отчётности в органы пенсионного фонда. Марина Сидорова, Александр Дегтярёв, телерадиокомпания «Крымский экран». Крымск готовится к майским праздникам. Благоустраиваются дворы и городские парки. Куда на этот раз направилась тяжёлая техника, следили корреспонденты «Крымского экрана». Спил аварийных деревьев на этот раз произвели во дворе бывшего интеркома по улице Ленина, 196. В рамках традиционного двухмесячника силами городской администрации и многофункционального центра также легализована свалка, отгрейдирована дорога и наведён санитарный порядок. Здесь проводится субботник силами многофункционального центра и городской администрации. Сегодня планы у нас, как закончим здесь, мы занимаемся покосом улицы Свердлова. Это парк консервного комбината. Здесь мы уберём полностью весь мусор. На этом мы закончим на сегодня. Две тракторные тележки, два экскаватора и шесть рабочих были задействованы в благоустройстве территории. Уже к обеду работы были выполнены. Перели деревья, убирали, грузили. До обеда ветки собираем, после обеда бички. До конца месяца городские службы наведут санитарный порядок. Погодные условия позволяют, а это значит, что в скором времени будет произведена побелка деревьев и бордюров, обновлены фасады зданий и территории всего городского поселения. А высадка цветов начнётся после проведения торгов, на которых выберут лучшее оформление и цветовую гамму клумб. Александра Куценко, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский экран». А в районе опытной селекционной станции местные жители тяжёлую технику не ждут. Свою прилегающую территорию они убирают самостоятельно. И для них это уже стало доброй традицией. Все на субботник. В микрорайоне опытной селекционной станции этот призыв уже не звучит. Каждую субботу местные жители все дружно и так собираются во дворе и приводят в порядок свою территорию. Особых указаний при этом не ждут. Такой доброй традиции помешать может лишь один фактор. Погода, конечно, это сдерживающий фактор. И при наличии её мы стараемся у своего дома. Это видно сейчас и невооружённым глазом. Можно поехать по улицам, посмотреть. Возле каждого двора дома уже чисто, уже цветут цветы, уже деревья побельны в большинстве своём. Но если бы не погодные условия, конечно, мы бы могли похвастаться уже большими успехами. Уже побелили бы все парки. Очередной субботник начался, как обычно. Каждому обозначили участок, план действий и дело пошло. Валентина Быкова на уборку территории выходит каждый выходной. В районе опытной селекционной станции она живёт с юных лет. Говорит, что райский уголок своей малой родины ни на какой другой не променяет. А традиция санитарных суббот помогла сделать его ещё краше. Мы когда первый раз вышли на субботник, я выставила в Одноклассники, столько было отзывов, столько было воспоминаний, восторгов. Здорово, все говорят здорово, какие вы молодцы. Стараемся порядок навести, чтобы было. Сами здесь живём, это всё для себя делаем. И не понимаю тех людей, которые только умеют ныть и требовать. Больше дела, меньше слов. Именно такой девиз у жителей этого микрорайона. Что можно сделать своими руками, выполняют самостоятельно. Поддерживают порядок не только во дворах многоквартирных домов, но и в парке, что находится рядом. Здесь они все вместе отдыхают в свободное время и в праздники. А сейчас беляют деревья, бордюры, убирают траву, клумбы украшают цветами и советуют всем следовать их примеру. Чтобы к майским праздникам в городе Крымске было чисто и уютно. Марина Сидорова, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский экран». Чтобы мы жили дружно, весело, сюда вместе были. Самая талантливая и творческая молодежь живет в Крымском районе. В этом смогли убедиться все, кто побывал на краевом фестивале молодежного творчества «Молот всегда». В фестивале принимают участие самые интересные хореографические, вокальные, музыкальные и театральные номера. «Молот всегда» – под таким девизом в Центре развития творчества детей и юношества стартовал муниципальный этап краевого фестиваля. Вся творческая и талантливая молодежь не только города Крымска, но и соседних районов показала свои музыкальные, хореографические и вокальные данные. Всего около 50 участников собрались вместе, чтобы стать лучшими из лучших. «Ты моя нежность, ты мое небо, за тобой встану, где бы ты ни был». В состав жюри вошли преподаватели, хореографы, вокала и театрального мастерства, среди которых заслуженные деятели культуры Кубани. Победители фестиваля примут участие в зональном этапе в столице Кубани, где и представят Крымский район. Пожелаем нашим ребятам успехов! Наталья Корня, Александр Дегтярев, телеардиокомпания «Крымский экран». Волейболисты Краснодарского края в десятый раз сражались за главную награду. Кто получил Кубок главы – в продолжении выпуска. Крымская лига 10. Под таким названием завершились краевые соревнования на Кубок главы города по волейболу среди мужчин. В играх приняли участие 11 команд Краснодарского края. Три из города Крымска – сборные Ахтырского, Варениковского, Черноморского поселений. Города Новороссийск, Анапа, Абинск. Сегодня в нашем городе праздник, потому что закрывается трехмесячный турнир на Кубок главы нашего города Александра Григорьевича Симко. Каждое воскресенье в этом спортивном зале, предоставленном детской и юноской спортивной школе номер 2, проходили по 8 игр. И вот команда играла каждая с каждой. И в результате этих игр был выяснен распорядок мест. Команда «Катран» в таком составе существует два года. Тренировки три раза в неделю, мастер-классы, дружеские встречи. Как же удается совмещать любимый спорт и повседневную жизнь? За всех сказать не могу, но лично мне это в удовольствие. Поэтому хожу. С пониманием, да. Мы просто это дело любим, мы любители волейбола. Вот так и занимаемся. В основном жены за нас болеют. Вот, ну сегодня, да, у кого есть, да. Ну, ветераны бывают наши, новороссийские, да, которые тоже принимали участие в формировании наших навыков волейбольных. Ну, ветераны, жены, друзья, подружки. Каждая схватка была по-особенному жаркой. Ведь призы в этот раз довольно внушительны. Финальной игрой можно было насладиться в полной мере в спортивном зале ОСС-1. В 10-й краевой лиге первое место завоевала команда «Катран». Второе у города «Новороссийска», а бронза досталась крымчанам. Победителям вручили переходящий кубок, который будет у команды весь 2016 год до следующей лиги. Александр Куценко, Анатолий Мажухин, телерадиокомпания «Крымский экран». Это были главные новости Крымского района. Вместе с вами, уважаемые телезрители, мы участвовали в вопросе голосования в рейде «Анаконда». Выяснили, кому нужен новый договор на техническое обслуживание газовых приборов. Участвовали в субботнике и болели за крымскую волейбольную команду. Впереди еще немало событий и новых информационных поводов для наших встреч. А прямо сейчас и в любое время наши новости смотрите в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках, а также на сайте его адрес у вас на экране – крымсктв.ком. А я на этом прощаюсь. С вами была Наталья Харламова. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова